друзья приветствую в этом видео я расскажу вам про вьетнамскую кухню я расскажу про самые популярные блюда а также не самые популярные чтобы вы когда сюда приехали во вьетнам уже знали что стоит кушать а что не стоит кушать меня зовут марат я цифровой кочевник я живу в городе дананг собственно в этом городе я и буду снимать видео про вьетнамскую кухню я буду прикреплять точки на карте под каждое место где я был чтобы вы тоже могли сюда прийти и попробовать ту кухню которую пробую я давайте приступим собственно вот а бы как это все выглядит мы приехали вот так выглядит улица здесь здесь много различных забегаловок вот здесь вот здесь вот здесь да вы видите например маленькие стулья вьетнамские как они сидят это прикольно мы лично приехали вот в это место вот такая простая забегаловка я сюда обычно хожу кушать когда я работаю в каворкинге то есть место уже проверенная вкусная и сейчас я вам покажу что здесь можно попробовать итак друзья смотрите я вам покажу сейчас меню то есть в этой кафешке можно купить довольно таки много чего мы заказали вот это мы заказали вот это лапша это мы не заказывали потому что это лапша просто за дополнительным супом мы взяли фо но необычный фобо а в красном вине для бун бо я покажу вам другое место мы также здесь взяли мику ангбор и банкан собственно как вы видите по ценнику до самый максимальный ценник здесь пятьдесят тысяч донг это два доллара в среднем здесь можно поесть на тридцать тысяч донг что равняется одному доллару и двадцати центом по-моему это очень дешево поэтому собственно местные люди в том числе экспаты они кушают именно в таких вот едальнях потому что ну тебе не нужно какое-то фешенобельное место просто приехал там условно там на обед поел и поехал дальше по своим делам собственно ребята вы помните хэнк она уже была видео про девушки вьетнама и собственно она помогает мне в этом видео кстати для вас это отличная возможность учтите то что видите сейчас со мной местный человек и что он делает он протирает она она протирает палочки лаймом получает тюклинья тюклин дэбэкс бактериес собственно что делают местные люди да они так будет ну не все конечно но некоторые так делают чтобы очистить потому что это не одноразовые палочки они собственно моют и хранят вот здесь поэтому она их протерла чтобы мы там не отравились ничего такого я обычно этого не делаю и проблем не было собственно также на столе вы видите очень много различных соусов очень много перца чили имбирь и так далее и тому подобное и вы это все можете как бы в неограниченном количестве класть сюда это блюдо называется чао она выглядит как похоже на какую-то рисовую кашу и для чего его люди едят вот здесь по в общем хэнк мне говорит то что местные люди едят эту кашу когда они болеют соответственно потому что ее легко глотать и прочее прочее то есть для меня сейчас вообще идеально я сейчас это буду пробовать и скажу вам как-то вообще на вкус в общем это рисовая переваренная рисовая каша где очень много жидкости также здесь есть мясо и зеленый лук ну и по вкусу вы можете добавлять собственно различные специи и и кушать в общем принципе норм да но не овал если вы любите кашу то вам зайдет и так наше следующее блюдо называется миен сао га собственно га это курица то есть здесь вермишель с курицей также к этому блюду вам приносят вот такую вот чашку с бульоном то есть если это все очень сухо вы можете просто макать либо переложить всю лапшу сюда есть собственно это как суп давайте это пробуем собственно я фанат лапши я фанат курицы поэтому мне кажется мне зайдет тут две виды лапши мне не вру один вид лапши вот такой вот золотистый здесь нас находятся бабы как в паттайе также у нас здесь есть зеленый лук курица ну и собственно все давайте пробовать зачет советую есть берите стоит 2 доллара как как это есть клинк она взяла фиш соус у устрица она собственно взяла устричный соус и добавила это на конец к себе ну-ка не в принципе это не воняет просто я как-то ел один суп туда добавлялась креветочный соус или рыбный соус он такой ужасный я вам покажу наверное также добавляет лимон как итальянцы потом это все перемешивает то есть у вас отличная возможность наблюдать как местный ест и что они делают как они перемешивают двумя палочками просто а нам все несут нам всех несут спасибо короче мы просто заказали дофига блюд в одном месте чтобы не тратить время потому что еще здесь реально вкусно женщина которая это все готовит говорит у меня сегодня счастливый день все-таки более ничего таких голодные я говорю мы не голодные мы просто для видео снимаем и так про это блюдо я вам уже рассказывал она называется ми куанг бо и оно было изобретено в районе куанг собственно ми лапша куанг район бо это говядина она немножко отличается от фу бо тем то что здесь меньше жидкости более толстая лапша и есть арахис соответственно это мое любимое блюдо одно из которые я часто ем она стоит 30 тысяч дом или 1 доллар 20 центов очень вкусная очень сытная очень дешевая рекомендую кстати всегда с ми куанг бо вам дополнительно приносит и салат чтобы вы положили салат и ели это все вместе поэтому мне кажется в вьетнамцы собственно такие подтянутые здоровые в хорошей форме потому что они едят очень много зелени они двигаются и постоянно проводят время на свежем воздухе опять рынок добавляет что добавляет лайм она добавляет салат они дают джаз в дэйс вот джаз в дэйс то есть просто для вкуса добавляет лайм во все блюда хэн говорит то что вкус лайма делает блюдо делает вкус не таким жирным соответственно ты не чувствуешь полноту и можешь есть больше и так следующее блюдо блин я уже реально просто объелся называется банкан собственно бан это торт кан это суп то есть тортовый суп здесь такая вот довольно таки то широкая такая толстая круглая лапша цилиндрической формы а также здесь что это как мне объяснила хэнк это свинина собственно они ее перемалывают в мясорубке прессуют добавляют свои там специи по вкусу короче получается вьетнамская колбаса они ее режут и добавляют сюда собственно это бульон с лапшой с колбасой зеленым луком и немножко каким-то небольшим соусом давайте пробовать хэнк говорит то что бульон из этого супа очень хорош для типа для кожи типа нужно есть больше этого супа и кожа будет хорошая посмотрим в принципе прикольно как одно из разнообразий вьетнамских супов поэтому почему бы нет мне конечно микуангбо нравится больше но это просто другое и стоит это тоже 30 тысяч то есть доллар и два центов а вот мне показывает хэнк то что вот эта штука типа грязная о чем вы едите она сейчас достает молодой бамбук я думал это имбирь достает молодой бамбук и другой стороной палочек если кладет их сюда суп прикол кстати раз уж мы говорим про вьетнамскую кухню я вам буду подмечать различные моменты которые особенно я сам замечаю то есть возле каждого вьетнамского столика будет стоять такая урна то есть любые кости салфетки или другой мусор вы просто сразу выбрасываете сюда некоторые некоторые промахиваются там вон там валяется да но я допустим старая всегда это класть в урну потому что ну блин удобно же до последнее блюдо в этой кафешке и так самое популярное блюдо то с чем ассоциируется вьетнам фо фо бывает разный бывает фобо с говяжьей фога куриный этот у нас фо сот ванг короче здесь говядина которая была медленно приготовлена в вине поэтому собственно он имеет этот суп имеет красный оттенок давайте пробовать и я я впервые такой ем банки звайн окей пробую вьетнамскую еду параллельно учу вьетнамские еще одни плюсы это вкуснее чем банкан это прикольно здесь уже помимо просто лапши также добавлены бобы то есть в меконг бобов нету там только лапша здесь уже есть бобы здесь есть вот кусочки там зеленого лука поэтому это уже такое более овощной как полноценный борщ можно назвать как вы замечаете каждому блюду приносит лапшу приносит салат я чувствую как рынка то что разделывает и какой аромат от этих трав кладем чесночок в фо все это перемешиваем блин со специями намного вкуснее пробую только бульон вообще кайф серьезно это вот я просто не любитель борща но вот это это самое то у кайф реально офигительное первое как наверное самое вкусное из всего того что вы пробовали еще раз по 100 банк название сейчас конечно все высветится 35000 или доллар доллар 40 центов реально рекомендую место в описании а также я вам хочу показать то что вот мы здесь кушаем одно местечко тут сразу же рядом готовят сосиски на гриле там еще что-то готовят короче смысл таков что во вьетнаме вы вообще голодным не останетесь тут вообще везде все едят поэтому это кайф также я хочу вам порекомендовать это местечко собственно здесь вы можете купить вот такие вот пельмешки они приготовлены на пару собственно очень вкусно то есть за два с половиной доллара можно хорошо наестся и вот это место она как раз таки находится напротив того места где мы кушали поэтому собственно пользуйтесь кайфуйте и реально очень вкусного вьетнаме очень вкусно в этом видео я буду показывать вам не только еду но также и напитки собственно видео про вьетнамскую кухню поэтому сейчас мы возьмем свежевыжатый сок их можно купить очень много где таких лавочек как это очень много собственно здесь и как вы видите здесь и томаты и авокадо и манго и груши и яблоки драгонфрукт ананасы арбузы кокосы и это вам все делают вот здесь опять же вот это место оно находится возле прямо напротив local beans собственно вон там я сижу работаю можете сюда выйти и взять смузи вот у этой девушки женщины есть уже свежие свежие заготовки которая нам которая она может быстренько взять да сделайте из них смузи слушайте вы гляньте какое то здесь производство тут даже крышечки она делает у нее специальная машина вообще кайф то есть система настроена она туда еще добавляет лед и хоп и все и вам сок с крышечкой кайф короче вот такой вот сок вот такая вот бутылочка стоит 15-20 тысяч донг что равняется 60 80 центов мне вчера хэнка это купила потому что я типа болел собственно я попробовал мне понравилось ну то есть свежий выжатый сок когда ты болеешь там вообще кайф я кайфанул поэтому и вам советую собственно пейте витаминчики все дела итак друзья нам принесли наш кофе мы заказали три вида кофе нам принесли 2 и еще один на подходе собственно вот так его вам приносят этот кофе самый популярный кофе во вьетнаме называется кафе с или просто кофе с молоком то есть на самом дне сгущенное молоко далее собственно кофе и также лед это кофе с солью я все объясню как это пить и в чем фишка почему сгущенное молоко дело в том что сгущенное молоко стало быть популярным в начале прошлого века когда его завесли французы дело в том что обычное свежее коровье молоко довольно таки трудно хранить оно быстро портится и также транспортировать сгущенное молоко наоборот поэтому собственно стало и популярным и второй момент в том что вьетнам это страна которая занимает второе место в мире по экспорту кофе и именно арабусты арабуста как известно имеет такой вот специфический горький привкус поэтому сладкое сгущенное молоко делает напиток более приятным на вкус поэтому сгущенное молоко и но также в некоторые напитки добавляется и свежее молоко о них я расскажу вам чуть чуть позже а сейчас покажу как это кофе пить и так как пить кафе сыр вы берете лед кладете его в кофе помним да на дне у нас сгущенное молоко при желании вы можете конечно лед не добавлять но я обычно добавляю далее вы это все перемешиваете обратите внимание как меняется цвет да то есть молоко сгущенное перемешивается с растаявшим льдом с кофе получается вот такой вот напиток далее как его пить вы просто берете ложечкой и придерживаете лед и далее выпиваете такой кофе обычно стоит в районе одного доллара и собственно очень вкусный мы весь этот кофе сейчас пьем в кофейне local beans где я обычно работаю и где по моему мнению тоже один из самых вкусных кофе поэтому все точки опять же в описании приходить сюда заказывайте кофе это кайф теперь я также заказывал кофе с солью собственно как он делается опять же сгущенное молоко плюс сахар плюс яйцо это все взбивается и получается вот такая вот пеночка где внизу вот так вот давайте сделаем где внизу кофе а сверху вкусная пенка с солью собственно вы это все берете ложечкой сначала кушаете кушаете а когда всю пенку выпиваете вы можете также либо ложечкой поддержать лед и выпить либо попросить соломинку и выпить из соломинки собственно кофе кайф это мой любимый кофе кофе с солью или кафе мой 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 он стоит 40 тысяч или доллар 60 ну что тоже в принципе как бы дешево считается и это прям как десерт серьезно и так друзья самый последний но не по важности популярный кофе кофе не поверите с яйцом называется кафе чунг ну собственно чунг яйцо собственно хэн говорит то что этот кофе пройдя придумали в ханое в сороковых в пятидесятых годах прошлого века то есть вот эту штуку этот кофе делают из яичного желтка плюс сгущенное молоко плюс возможно еще сахар короче внизу тоже кофе до сверху ну такая же пенка как и в кофе солью я понял разницу короче кафе мой делают взбивают обычное молоко с солью а это взбивается уже все яичными желтками поэтому собственно разные моменты до вкусы совершенно разные то есть но мне нравится тот больше потому что у не такой сладкий этот послаще то есть это прям полноценный десерт тоже вкусно поэтому обязательно рекомендую к попробованию во вьетнаме то есть один одно из самых популярных блюд вьетнамской кухни стоит тоже 40 тысяч дом там 39 тоже примерно сколько доллара 60 новое блюдо но одно из самых популярных во вьетнаме называется баннами это просто багет с начинкой багет у них популярен во вьетнаме из-за франции то есть как вы знаете то что вьетнам был под протекторатом франции какое-то время соответственно у них осталась мода на багеты и вы можете заказать багеты разной величины вот самые дешманские вот можно купить за 7000 они вот 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 такие вот маленькие в них тоже положат какую-то начинку но средняя цена баннами там допустим с со свининой там или с курицей с овощами среднем 20000 или 90 центов я сейчас закажу покажу вам как это выглядит и попробую на вкус я сейчас заказала вот баннами совсем вот со всеми видами мясо фарш еще ветчина и это вышло чуть подороже на 25 тысяч тонн что равняется одному доллару ну короче тоже дешево на самом деле но я баннами ем нечасто потому что очень много хлеба соответственно как бы толстейших из-за этого а также что удобно во вьетнаме расплачиваться за еду у каждой у каждого вагончика у каждой бабушки на рынке есть вот такой вот qr код что является аналогом и системы быстрых платежей то есть вы заходите в свое приложение наводите и собственно легко оплачиваете как открыть банковский счет во вьетнаме у меня есть статья она будет в описании под этим видео переходите в это можете сделать туристу в первый же день как прийти во вьетнам но вам нужна электронная виза как делать электронную визу сейчас будет подсказка вот здесь также в описании под видео все делается легко просто онлайн и за там 35 рабочих дней вот нам выдали банами здесь и яйцо здесь и огурцы здесь и вот собственно вот это все выглядит ну что давайте пробовать извиняюсь что говорю забитым ртом но это вкусно очень много хлеба тут есть также либо кинза либо петрушка в принципе вкусно аналог аналог нашей шаурмы то есть если вы идете после бара условно выпили то вы можете найти такое место она работает 24 на 7 опять же давай покажем эту точку вот она вот так она выглядит просто вот перекресток 24 на 7 . в описании банми одно из самых популярных блюд во вьетнаме мы приехали вместо чтобы купить банбао это просто легендарная булочка просто реально очень вкусная и ее можно купить практически везде во первых есть такие места где вы можете их купить а во вторых проезжают чувачки у которых музыка играет банбао банбао в основном дананге и у них тоже можно купить банбао в основном ценникам 15 20 тысяч донг что является 60 там 80 центов вот в этом месте я еще не был хэн говорит здесь очень вкусные банбао это место находится напротив церкви ну собственно как как всегда все точки в описании сейчас мы попробуем взять эти банбао и я вам покажу ух ты смотрите какие они прикольные здесь есть разные цвета здесь есть панда здесь есть цыпленок здесь есть вон там что-то еще сейчас мы это все будем пробовать короче показываю ценники вот хэн говорит мне возьми вот такой здесь с мясом и с двумя яйцами вот ценники собственно и вы видите нету ничего дороже чем полтора доллара собственно они бывают сладкие они бывают соленые и вы их видите вот здесь короче вот мы взяли два банбао один с двумя яйцами и с мясом этот по моему сладкий и вот мне тут объяснили то что вот в этих вот бадьях они собственно раньше готовили то есть это старый способ приготовления а вот это новый способ приготовления вот так выглядят стандартные банбао внутри этой баде пар и соответственно чтобы тесто оставалось влажным и мягким открываем наши банбао что внутри какой-то клемушек давайте пробовать к небу прилипает но в целом прикольно то есть это десерт это соленый то есть вам обычный банбао в такой маленькой коробочке давайте открывать короче внутри как видите вот такая вот одна котлета и в которой находится яйца вот там вот я маленькие яички и давайте попробуем укусим очень горячий не самый лучший банбао в моей жизни я скину прикреплю в описании точку где банбао покупаю я там они намного вкуснее потому что здесь прям такая прям толстая котлета а там прям больше начинки но все равно вкусно то есть банбао зачет вот хайба йо вот так вот но вьетнаме местные чокаются означает раз два три погнали итак друзья это второй день съемок у меня была идея fix снять все про вьетнамскую кухню за один день этого не получилось потому что во первых темнеет во вторых очень много еды и ты просто ну постоянно ешь и уже не получаешь удовольствие а если я не получаю удовольствие значит видео будет говно соответственно я решил это сделать все на в два дня и в этот день я вам покажу мое самое любимое вьетнамское блюдо любимое блюдо называется бан сео бан сео собственно это его также называют как вьетнамские панкейки потому что она готовится из короче сам панкейк делается из муки яйцо куркума далее это все обжаривается получается вот такая вот хрустящая корочка и далее уже сюда добавляется начинка здесь бобы this is pork right so this is pork это свинина здесь есть также креветка мы взяли в этом месте этому один из моих любимых ресторанов все ссылки будут в описании стоит 145 тысяч или 6 долларов да все 6 долларов ну и давайте я вам покажу еще главный момент то что во вьетнаме есть свое пиво вот она она называется худо и лару в магазине она стоит примерно 50 центов здесь стоит доллар собственно лару это пиво которое производится именно в донанге я живу в донанге худо производится в соседнем городке в маленьком тоже популярным хуэ собственно это чисто вьетнамское пиво получается вот наши вот эти вот панкейки они в данном случае маленькие потому что они центра вьетнама еще есть большие банксео примерно вот такие они южные вьетнам с южного вьетнама это спринг роллы собственно свежие тоже можно кушать это у нас кимчи это кимчи это у нас рыбный соус это соус тоже из центрального вьетнама из мясной плюс арахис и вот это самый главный ингредиент куда мы вот это все будем заворачивать то есть как меня научили делать в этом ресторанчик я уже здесь далеко не в первый раз соответственно нужно смиксовать соусы то есть два к одному две ложечки арахисового соуса и одна ложечка рыбного соуса то есть это у нас пленка из рисовой муки на эту пленку хэнг сейчас положит лист салата огурец хэнг говорит это цветки банана конечно это хочу мята то есть ну ты еще как бы ее ломаешь сам панкейк да потому что он хрустящий большой то есть тебе нужно его как бы сломать и далее уже сворачивать и вот такой вы получаете spring roll то есть в принципе довольно таки уже с этого можно наестся какому-нибудь маленькому человеку но не мне давайте пробовать очень очень вкусно 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 когда вы это попробуйте в первый раз у вас будет гастрономический оргазм потому что здесь просто большое сочетание маленьких ноток вкуса то есть мята соус бобы мясо все придает разные вкусы вы это жуете просто все раскрывается именно поэтому бансео это мое самое любимое блюдо во вьетнамской кухне я просто обожаю но я специально это не ем очень часто потому что если ты будешь есть очень часто ты привыкнешь и не будешь получать кайф то есть это уже немножко другое блюдо это комбо здесь есть разные блюда и сейчас мне клинк делает блюдо из рисовая основа это какой-то какой-то шашлычок внимание фокус так видите даже вьетнамским женщинам нужна помощь мужчин кстати видео про вьетнамских женщин какие они и почему им нравятся иностранцы уже уже есть на канале она снята с хэнк она сейчас будет вот здесь и также в описании так что переходите смотрите если вы мужчина которым нравятся азиатки там много чего интересного свежесть spring spring roll называется сам ролл типа ролл летний а spring roll типа ролл весенний ну типа на английском вот и по сути это это уже как бы завернуто то что мы ели плюс-минус только здесь креветка вот и его можно просто макать как бы и есть ну как бы по вкусу как бы нет смысла говорить примерно то же самое друзья все я вам рассказал про вьетнамскую кухню самые популярные блюда есть конечно еще популярные блюда которые я вам сожалению не могу в этом видео рассказать потому что видео будет очень длинным поэтому если хотите я могу сделать вторую часть напишите об этом в комментарии если у вас есть какие-то блюда которые вы пробовали и которые я здесь не рассказал напишите их пожалуйста в комментарии потому что я их все прочту я их все попробую если они кайф я не я их добавлю во вторую часть а также у меня есть социальные сети instagram вк сайт где публикую статьи можете на их подписываться чтобы узнавать больше про вьетнам и про путешествия в целом и как живут цифровые кочевники с вами был марат цифровой кочевник мне приятного аппетита вам до новых встреч я надеюсь вы приедете во вьетнам потому что видео о том как переехать во вьетнам просто пошаговый план я уже делал она будет вот здесь также в описании просто берите переезжайте и кайфуйте от этой вкусной кухни как и я